В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями этого дня. На повестке вопросы по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. В Наринмаре состоялось заседание постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России. Осторожная реконструкция. Из-за ремонтных работ на участке по улице Авиаторов пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части. Водители же сетуют на плохую освещенность дороги. Есть ли выход из сложившейся ситуации? В нашем эфире комментарии экспертов. В этнокультурном центре в эти дни проходят мастер-классы. Мастера по пошиву национальной ненецкой одежды передают свой опыт окружным умельцам, которые хотят усовершенствовать свои навыки в этом деле. Сегодня на внеочередной сессии окружного собрания депутаты одобрили проект дополнительного соглашения к договору между Архангельской областью и Ненецким округом о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Напомню историю вопроса. В 1993 году при принятии новой конституции Российской Федерации ненецкий округ, наделенный статусом субъекта Российской Федерации, территориально остался в составе Архангельской области, которая была обязана исполнять ряд полномочий на его территории. В порядке 15 лет округ самостоятельно исполнял полномочия субъекта, заключая соответствующее соглашение с соседним российским субъектом. Сбой произошел в 2008 году. Многие годы после этого именно за Архангельской областью были закреплены государственные полномочия в различных сферах деятельности, от образования до дорожного строительства, реализуемых на территории округа, что вызвало крайнее неудобство для нашего региона и тормозило его развитие. После длительных переговоров в 2014 году между администрацией Ненецкого округа и правительством Архангельской области был подписан договор о взаимодействии между регионами при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Он вступил в силу с 1 января 2015 года, со сроком действия до 31 декабря 2021 года. В целях необходимости подготовки и внесения проектов в законы по бюджету Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов необходимо продление действия данного договора на один год, то есть до 2022 года. Депутаты собрания одобрили проект дополнительного соглашения и закрепили решение на законодательном уровне. В Наринмаре состоялось заседание постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. В ходе своей работы парламентарии рассмотрели изменения в действующее законодательство о налогах и сборах, а также введение моратория на проведение открытых аукционов в электронной форме по продаже части квот водных биоресурсов. Подробнее в материале Александры Литковой. Участниками заседания постоянного комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу стали парламентарии Нинецкого округа, Архангельской, Калининградской, Вологодской и Новгородской областей, города-субъекта Санкт-Петербурга. Открыл заседание спикер регионального парламента Александр Лутовинов, который поприветствовал всех участников комитета и отметил, что обсуждаемые вопросы чрезвычайно актуальны именно для жителей нашего региона и имеют практическое значение. По его словам, работа над совершенствованием действующего законодательства ведется непрерывно, и регионы Северо-Запада активно участвуют в этом процессе. Мы считаем, что это важное, большое и серьезное мероприятие. Мы стараемся формулировать те задачи, которые нам необходимо решать в ближайшее время. И я повторяю, венцом всей этой работы будет выход уже на правительственный уровень для того, чтобы мы могли более эффективно решать задачи, которые мы выработаем здесь в рамках совместной повестки дня и которые потом выйдут на президиум, на парламентскую конференцию. В ходе заседания парламентарии обсудили обращение к правительству страны по вопросу сохранения порядка закрепления долей квот всех видов биоресурсов. В обращении к премьер-министру России законодатели требуют возврата к историческому принципу, а также предлагают введение моратория на проведение открытых аукционов в электронной форме по продаже части квот. Как считают парламентарии, изменение устоявшегося принципа распределения квот приведет к монополизации отрасли. Среди других рисков возможны рост безработицы в связи с неконкурентноспособностью небольших региональных компаний в изменившихся условиях и, как следствие, повышение социальной напряженности. Все регионы, рыбодобывающие против данной меры, поскольку это не позволит сохранить работу малых и средних предприятий, это не позволит сохранить жизнь в приморских деревнях, это нарушит базовый принцип работы по историческому принципу, поскольку предприятия вложили огромные средства для того, чтобы работать по этому принципу, и теперь будут происходить, по сути дела, переделы рынка. Парламентарии Северо-Запада категорически против этих мер. По итогам обсуждения, законодатели Северо-Запада единогласно поддержали обращение. Еще одно изменение касается системы налогообложения. Речь идет о введении с 1 января 2019 года новой системы налогообложения, связанной с уплатой налога на добавленную стоимость для юридических лиц, в том числе и для сельскохозяйственных товаропроизводителей. А это, согласно прогнозу, может привести к ухудшению финансового состояния данной категории налогоплательщиков. Проект обращения в этой связи в правительство России озвучил депутат Калининградской областной думы Павел Лоцман. В своем выступлении депутат остановился на проблемах звероводства, которое за последние 25 лет из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную. Вот это малое количество тех предприятий, которые сейчас испытывают большие убытки, и их необходимо поддержать, просто необходимо, и дать им возможность остаться на плаву. И все-таки я думаю, что и мода, и цена на их изделия, она вернется рано или поздно. Ну а конкуренты наши не спят. Да, и Китай сейчас лидирует в данной отрасли, да, и другие страны занимаются мерами поддержки и развитием этой отрасли. Если мы ее упустим, то упустим окончательно. В обращении к правительству указано, что необходимо оказать содействие в решении вопроса о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах в части увеличения размера дохода звероводческих хозяйств до 800 миллионов рублей, при котором не уплачивается НДС. Участники заседания также поддержали данное предложение. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Наринмаре продолжается реконструкция улицы Авиатора. Это один из муниципальных объектов на территории региона, работы на котором проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас здесь продолжается обустройство пешеходных дорожек по четной и нечетной сторонам. Понятно, что реконструкция нарушает привычную схему движения для пешеходов. Чтобы преодолеть некоторые участки, им приходится выходить на проезжую часть, что небезопасно. В темное время суток снижается и видимость у водителей из-за недостаточности освещения. Какие меры для безопасности можно предпринять на дороге в условиях ее реконструкции, разбиралась Ольга Руссу. Реконструкция дороги по улице Авиаторов выполняет компания «Опора». С ней заключен муниципальный контракт на сумму более 79 миллионов рублей. Работа финансируется из окружного и городского бюджетов. В этом году из окружного бюджета выделены 50 миллионов рублей, из городского – 505 тысяч. Проект рассчитан на два года. Окончание работы ожидается в 2020 году. И жителям микрорайона придется потерпеть неудобства. Одни эти неудобства терпят стоически, понимая, что после реконструкции улица Авиаторов станет наконец-то современной и комфортной для всех, как для пешеходов, так и для водителей. Другие сетуют на то, что передвигаться по дороге стало очень неудобно и надеются, что новые пешеходные тротуары скоро здесь появятся. «Конечно, неудобно ходить ни по обочине, нигде не пойдешь. Это что такое-то? «Вы здесь живете где-то рядом, да?» «Еду в больницу. Вот надо от 100 остановки идти, потому что ближе». «Мы первый раз ее увидели. Мы первый раз увидели эту дорогу». «Ну, как-то удобно выходить?» «Ну, пока-то нет. Пока еще не отремонтируем, так неудобно. Отремонтируем, может быть, и будет удобно». «Конечно, плохо. Быстрее заделывали, залили бы это». Подрядчик уже подготовил всю дорожную одежду, выполнил планировку, отсыпал участки песком и щебнем, установил бордюрные камни. Сейчас ожидается доставка тротуарной плитки, после чего строители приступят к ее укладке. «Инициатива устроить тротуары была у опоры, потому что контрактом предусмотрено устройство покрытия тротуаров только в следующем году. На данный момент у нас в доставке находится весь необходимый материал. Предположительно, он должен прийти к концу следующей недели. Как он придет, у нас, соответственно, начнут делать тротуары. В этом году также планируем сделать освещение и ограждение». А пока пешеходам приходится выходить с необустроенных тротуаров на проезжую часть. Это, к слову, в условиях реконструкции допускается правилами дорожного движения, как пояснили нам инспекторы ГИБДД. «Необходимо соблюдать неукоснительные правила дорожного движения. И если отсутствует возможность соблюдать требования знаков дорожного движения, и если отсутствует возможность двигаться по пешеходной дорожке, либо тротуару, а также обочине, то необходимо с особыми предосторожностями двигаться по краю проезжей части». Надо отдать должное. Дорога на улице Авиаторов под постоянным контролем инспекторов дорожного движения. Постоянно на особо опасных участках выставляются дорожные знаки, ленты ограждения и боны. Главное – внимательно следить за этими изменениями. «В рамках возложенных полномочий, а именно это Федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, ежедневно проводит мониторинг проводимых работ, а также в рамках дорожного надзора ежедневно обследует данный участок дороги, а также в непосредственном взаимодействии с рабочими. То есть проводится консультационная работа, разъяснительная работа, а именно по установке. Вносится при необходимости корректировок, оперативно вносятся какие-то изменения, выставляются дополнительные технические средства организации дорожного движения, то есть непосредственно на участке работ. То есть все это делается во взаимодействии в рамках национального проекта». Как вариант, пешеходы предлагали перекрыть автомобильное движение по авиаторов на время реконструкции. «Этого варианта не рассматривалось. Возьмите по России, закрывается полоса, машины идут в любом случае, мосты ремонтируют, одну полосу открывают. Но это сегодня даже говорить о том, что ее закрывать, речи быть не может. Почему? Потому что и автобусное сообщение плюс ко всему. И я думаю, что это позволяет ее эксплуатировать в настоящее время, даже при проведении ремонтных работ». «В данном случае в проектной документации перекрытие полос движения не предусмотрено. Поэтому и в соответствии с проектной документацией все сделано. Если невозможно было сделать объезд». Заказчик работ управления городского хозяйства просит жителей потерпеть неудобства. Других вариантов пока нет. Подрядчик общества опоры обещает уже в этом году установить и так необходимое освещение. Кстати, что касается ширины проезжей части, то она составит теперь 7 метров, что соответствует всем стандартам и требованиям. «Я понимаю, что жителям сегодня как бы неудобно, но были тротуары из асфальтного бетонного покрытия, пересогласовали на брусчатку, она сейчас отгружается, где-то, скажем, на следующей неделе она подойдет и будут выполнять тротуары. А один или два – это уже несколько другой вопрос. Сколько успеют до морозов. Но какой-то тротуар будет выполнен. Плюс они должны выполнить вот эти выбоины, которые организовались и все прочее, так сказать, сравнять». Основные работы по реконструкции улицы Авиаторов запланированы на 2020 год. Окружной бюджет профинансирует работы на сумму 29,5 миллионов рублей, городской – 298 тысяч рублей. Пока участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. «Примерно так водитель видит пешехода на нерегулируемом переходе. Поэтому необходимо остановиться, убедиться, что водитель остановился и пропускает вас. А еще для лучшей видимости рекомендуют носить светоотражатели на одежде. Берегите себя». Ольга Русул, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». «Большая победа маленькой Шойны» – наш следующий материал об инициативных жителях заполярной глубинки, которые решили продвигать арктический туризм. Первыми шагами стала разработка бренда «Села». Причем проект Валентины Малыгиной, именно ей принадлежит идея по развитию населенного пункта, признали лучшим на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Подробности прямо сейчас. Когда в иллюминаторе появляется Шойна, невольно приходишь в какой-то восторг. Белое море и кругом песок. Недаром это место называют «Северной пустыней планеты Земля». У вертолета нас встречает Валентина Малыгина. Молодая глава, очень активный человек. Не так давно она выиграла престижный всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». Высокую оценку профессионального жюри получил ее проект по созданию бренда Шойны. Шойна достаточно уже популярна, но как раз вот создание бренда, оно позволит популярности добавить. То есть это как раз у нас создана творческая мастерская, где мы впоследствии собираемся изготавливать различную сувенирную продукцию. И, соответственно, можно будет ее маркировать созданным брендом. На сегодняшний день у нас подана заявка в проектный офис развития Арктики на получение гранта, для того, чтобы этот бренд зарегистрировать. После того, как бренд будет зарегистрирован, Валентина, заручившись поддержкой односельчан, планирует развивать в населенном пункте арктический туризм. А посмотреть здесь есть на что. Шойна находится на берегу Белого моря. Невероятные красоты пейзажи, действующий маяк, заметенный песком старый поселок и даже водопады. А зимой здесь пользуются популярностью снегоходные туры. Учитывая, что и в округе у нас достаточно динамично развивается арктический экстремальный туризм, я считаю, что Шойна – это как раз то место, где, в принципе, многим туристам было бы здесь интересно провести свое время как раз с тем, которые любят такой вид отдыха. Скоро стартует новый конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Архангельской области и Ненецкого округа есть шанс принять участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей», улучшить жизнь своего региона, создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный или другой. Нужно просто подать заявку на участие в конкурсе, а потом, одержав победу, получить поддержку для его реализации. В этом году президент послания Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с криведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. Он объединил тысячи неравнодушных, ярких, интересных, целеустремленных людей и помогает им самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи, активно участвовать в жизни своих сел и городов и способствовать их развитию. Победители конкурса ждут стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника, заработать дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям в ВУЗ. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В этнокультурном центре в эти дни проходят мастер-классы. Мастера по пошиву национальной ненецкой одежды передают свой опыт окружным умельцам, которые хотят усовершенствовать свои навыки в этом деле. Своими впечатлениями о мастер-классах участники поделились с нашей съемочной группой. Подробнее в сюжете моей коллеги Натальи Кисляковой. Надежда Ваучейская – специалист по пошиву меха из поселка Красное. До этого момента мастерица не пробовала заниматься изготовлением традиционных изделий ненецкой культуры, а особенно на ткани. Надежда признается – сложнее всего давались узоры на панице. У меня как бы своей паницы нет, не было ни разу. И я решила прийти и сшить себе паницу, чтобы была моя личная, самой собой сшитая паница. Другая участница Таисия Ванюта имеет богатый опыт в ручном пошиве бурок и домашнего убранства. Но с машиной техникой раньше не работала. На мастер-классе Таисия познакомилась с пошивом на механической швейной машинке, что оказалось не таким легким занятием. Самое сложное для меня, конечно, орнамент. Потому что я это еще не умела делать. Вот пришивать именно на машинке. Но на самом деле я орнаментом занимаюсь давно. Потому что я шью тоже и бурки иногда, не иногда, даже частенько. Шью к ним узоры. Узоры бывают разные. Ну вот такой узор я делаю впервые, конечно, что вот на ткани и на машинке. А так все в основном вручную. Мастер-класс проводят специалисты этнокультурного центра. В этот раз участникам предложили шить ненецкие паницы и пояса. Мастерица снимает мерки, кроет по шаблонам, работает на швейных машинках и перенимает опыт. Трудолюбивые все. Потому что мы идем даже с опережением плана. Все заинтересованы сделать красоту. Потому что они для себя шьют. Не для кого-то, а для себя. И очень отзывчивые. Потому что на замечание есть маленькие нюансики по технологии. Поэтому вопрос, ответ, показ, естественно, исполнение. Вот по такому логаритму мы работаем. Поэтому удовольствие огромное. Мастер-классы народных художественных промыслов для представителей коренных малочисленных народов округа проводят вот уже во второй раз при поддержке Департамента внутренней политики. Участникам оплачивают проезд к месту проведения, а также жилье и питание. Мастер-классы у нас нацелены на межкультурное общение между населенными пунктами округа, на сохранение и, скажем, развитие традиционных народных промыслов в Ленинском автономном округе. То есть в ходе мастер-классов у нас мастерицы обучаются шитью традиционному, работе с сукном, с орнаментом, плетение национальных поясов. Основные задачи нашего мастер-класса в этом году – это шитье национальной паницы суконной нойца и плетение пояса традиционного Ленинского. Напомню, мастер-классы пройдут с 7 по 12 октября. К слову, по их окончании все участницы получат в подарок изготовленные паницы и пояса. Это была вся информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является меховой дом «Знатные меха». Субтитры создавал DimaTorzok